Гордо называем свою страну Россия, а иностранцы завистливо говорят Раша, но все-таки она наша. Тревоги и опасения, и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей. Но несмотря ни на что, это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества. Всем приходилось непросто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности. А напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе. И что человеческая жизнь – это главное. Мы действовали, опираясь на эти ценности. Именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. Дорогие друзья, хотел бы ещё раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. За взаимную поддержку. За то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии. Через все неудобства, сложности режима вынужденных ограничений и самоизоляции. Особо отмечу добровольцев, волонтёров. А их за это время стало намного больше, которые заботились о пожилых и о тех, кому действительно требуется уход и внимание. Вы помните, что буквально после первых сообщений о новом вирусе он стал распространяться по всему миру, как пожар под паровыми ветром. Эпидемия словно резко разделила время на «до» и «после неё». Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию. Совместно с экспертыми, учёными просчитывали разные варианты развития событий, понимая, что опасность рядом. Ведь крупные очереди заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России. И потому борьба с эпидемией началась ещё на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль. Позволили отразить первый удар, задержать эпидемию. Её пик на полтора-два месяца. И таким образом ещё тогда, в феврале, в начале марта, выиграть драгоценное время. А значит, сделать всё, чтобы спасти десятки тысяч, именно десятки тысяч жизней. Мы убедились, что эпидемию можно противостоять. Поняли, что главное здесь – работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран. Готовиться использовать полученный резерв времени, чтобы консолидировать, мобилизовать все свои резервы. Наращивать возможности здравоохранения и промышленности. Но было очевидно и другое. Современный мир взаимосвязан. А значит, полностью отгородиться от угрозы объективно невозможно. Рано или поздно болезнь шагнёт в наш дом, внутрь наших границ. Это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда. Мы предприняли беспрецедентный шаг. По всей стране объявили период нерабочих дней. Сначала на одну неделю до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного – сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону. Все мы знаем, Россия огромная, самая большая в мире по территории страна. В каждом регионе ситуация складывалась по-разному. Отличалась и по темпам распространения инфекций, и по масштабу. Поэтому с самого начала мы выбрали гибкую модель. На федеральном уровне принимались и принимаются ещё меры общенационального характера. А субъекты федерации получили дополнительные поломочия, чтобы при координации правительства определять тактику действий, исходя из ситуации на местах. Такой подход оправдал себя. Кстати, был взят на вооружение её в других странах. Я хочу поблагодарить главы регионов, городов, руководителей муниципалитетов. Всех, кто под долгу службы был обязан в этот период находиться на работе, на своём посту. Хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и чёткие действия. Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Хантамансийском округах, обстановка остаётся сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак. Ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооружённых сил, МЧС, волонтёров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Наши рабочие, инженеры, управленцы сделали всё, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятия. В разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты. И что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса. В экстремальных условиях надёжно отработали системы энергетики, ЖКХ, транспорт, связь, торговля, которая обеспечила граждан товарами первой необходимости. В короткие сроки преподаватели вузов, учителя временно перешли на дистанционный формат работы. Учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался. Хочу искренне пожелать успехов выпускникам школ, которые скоро будут сдавать единый государственный экзамен по всей России, в том числе и на селе. И в этой связи хочу сказать, обращаюсь сейчас к сельской молодёжи, к сельским школьникам. Вам есть на кого равняться. Ваши родители сделали всё, чтобы провести посевную кампанию, чтобы Россия была с урожаем. А он обещает в этом году быть хорошим. Вы, дорогие друзья, каждый на своём месте, на своём участке, в своей сфере действительно совершили, казалось бы, невозможный. В том числе в рекордные сроки строили новые корпуса, переоснащали больницы. Только военные специалисты вызвали 16 многопрофильных центров для больных коронавирусом. А скоро начнут работать ещё пять таких же центров. И если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности. И, как уже сказал, будем продолжать это делать. Даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается. А в Москве и Московской области, которые первыми столкнулись с эпидемией, оно сократилось многократно. Что важно и что подчеркнуло, такая позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения объёмов тестирования. Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек. Общее число проведённых тестов превысило 17 миллионов. Говорю об этом не для того, чтобы с кем-то посоревноваться. Нет, совсем нет. Речь о другом. За счёт столь масштабного тестирования мы можем выявлять болезнь на ранней стадии, даже если она протекает скрытно, бессимптомно. А значит, разрывать цепочку передачи инфекции, пресекать её дальнейшее распространение. Тем самым сберегать жизни наших людей. В целом, мы заставляем эпидемию отступить. Добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день всё ещё сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнём массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытания первых аборцов уже начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один. Известный врачебный принцип «не навреди». Уверенность в эффективности, надёжности, безопасности вакцины. Причём для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должно быть абсолютно стопроцентной эта надёжность. Добавлю, что сама по себе вакцина исключительно важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счёт соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. И, конечно, огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала, что российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации. В короткие сроки наращивать свои возможности. Уже говорил, что во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в России целыми поколениями специалистов. И во времена земской медицины, и в советский период. Это также результат той системной работы, которую мы вели в последние годы. По оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами, которые и так необходимы сегодня. Ну и, конечно, душа, сила, опора нашего здравоохранения – это люди, преданные своему делу, своему признанию. Хочу ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестёр, всех специалистов, кто принял на себя основной удар эпидемии. Борется за каждого человека и сегодня. Помогает коллегам в других регионах. Мы всем понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас. Причём с самых первых дней эпидемии, когда вирус был практически неизучен, непредсказуем. Когда нужно было учиться лечить заболевших людей, осваивать новые методики, лекарства. И ежедневно, ежечасно рисковать самим, спасая жизни других. Поддержать вас, обеспечить вас всем необходимым – это святая обязанность государства. Мы делали и будем делать для этого всё, всё возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается и материальной поддержки. Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, были предусмотрены стимулирующие выводы. Для этого направили дополнительные ресурсы регионам. Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестёр, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Коллеги в правительстве, в регионах занимались отладкой этого принципиального механизма. Устраняли изъяны. Они были, конечно. Но делали это буквально в ручном режиме. И сейчас эта система выстроена. Так, в текущем месяце, в июне, только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников, в том числе более 71 тысячи врачей. Борьба с эпидемией продолжается. Так же, как и напряжённая работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принятие решения продлить все эти выплаты на июль и август. При этом, особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причём независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск. Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престолёвых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их ещё на два месяца, то есть до 15 сентября. И, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчёте отпускных. Повторю, в целом российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно. Однако она высвятила ей более острые, обозначила наши нерешённые проблемы. Мы помним и о том, что, несмотря на самоотверженный труд врачей, иногда возникали сложности с оказыванием плановой помощи медицинской, причём больным с другими заболеваниями. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые за месяц борьбы с эпидемией, вложены в переоснащение больниц, в оборудование, в обучение врачей, уже работают и будут работать на развитии нашего здравоохранения в целом. Но ещё многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи. Переподготовить кадр, отремонтировать, обновить медицинские учреждения на современной, в том числе, цифровой базе. Мы это обязательно сделаем. И прежде всего в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения. Учтём полученный трудный опыт и, подчеркну, сохраним весь объём ресурсов, заложенных на реализацию этих программ. А это значительные средства. Это более 500 миллиардов рублей. Отдельно хочу остановиться на теме, которая выходит далеко за пределы сферы здравоохранения и является чувствительной для всего общества. Это лечение, помощь детям с тяжёлыми, в том числе, редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Здесь уже действуют соответствующие федеральные и региональные программы. Однако родителям порой не остаётся другой надежды, как помощь благотворительных фондов. Или другого выхода нет, как самим собирать деньги на лечение через интернет. Я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто откликается. Искренне, искренне хочу вас поблагодарить. Всех, кто старается помочь. Но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надёжный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребёнка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой. Что в этой связи хочу сказать и что хочу предложить. С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И её введение в своё время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд выглядит даже несправедливо. Однако, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причём увеличилась значительно, и эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальной задачи, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чём. Сейчас, с учётом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий, сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированной и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач. В этой связи предлагаю следующее. С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. Подчеркну, все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть, безусловно, сохранены. Средства, о которых я сказал, порядка 60 миллиардов ежегодно пойдут именно плюсом, в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение. И, конечно, здесь нужно исключить любую бюрократию, выработать эффективный механизм в прямом диалоге с гражданским обществом. Но полагаю, что ключевой принцип, он очевиден. Решения об использовании этих средств, этих денег, должны быть прозрачными и абсолютно открытыми. Пользоваться безусловным доверием. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих благотворительных организациях. Делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм. Уважаемые друзья, эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговые, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений. И, пожалуй, самая острая проблема практически во всех странах – это сокращение занятости, рост безработицы. Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. Так, по оценкам в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни ВВП России снизился на 12%. По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики. И все последствия, глубину этого кризиса ещё только предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно – в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытания. А ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности. Понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны. Для России это также серьёзный вызов. И мы должны учитывать его при формировании уточнения наших стратегических планов. Так, эта работа уже идёт. И те шаги, новые меры, о которых будут говорить сегодня, не только решают неотложные задачи, они подкрепляют, усиливают наши долгосрочные приоритеты. Мы так с коллегами к этому и относимся, в том числе с учётом тех выводов, которые мы сделали в ходе борьбы с эпидемией, с её последствиями. Пожалуй, главное здесь – это подтверждение ключевого принципа, что прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение и народосбережение в демографию – это как раз и есть залог роста национальной экономики, устойчивого и динамичного развития страны в целом. Так же, как и свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов для всех, кто занимается реальной работой и созиданием. И, конечно, важна эффективная, организующая роль государства, которое призвано верно определять приоритеты, создавать возможности, условия, концентрировать ресурсы для развития, делать это в активном, содержательном, прямом диалоге с обществом. В этой логике мы строили и будем строить наши действия. С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стала сохранить доходы российских семей, поддержать занятость, помогать, прежде всего, людям и только людям, решать их проблемы, через это идти к поддержке экономики в целом. Напомню, что основной критерий всех наших мер поддержки бизнеса заключался в том, чтобы рабочие места не закрывались, чтобы люди, занятые в пострадавших отраслях, не оставались без зарплаты. На это были направлены беспроцентные кредиты, решения по списанию налогов и страховых взносов за второй квартал, прямые государственные субсидии на выплату заработных плат. Причём неукоснительно действовал принцип «большее содействие со стороны государства» получают именно те компании, которые думают, заботятся о своих коллективах. И, конечно, особый акцент в период эпидемии был сделан на прямую поддержку людей, я уже сказал об этом, прежде всего, семьи с детьми. Напомню, это в первую очередь выплаты по 5 тысяч на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет – в апреле, мае и июне. Также с опережением разово в полном объёме были выплачены все пособия за первую половину года на детей от 3 до 7 лет в семьях с низкими доходами. И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей. Сразу обращаю внимание, тем, кто уже получил июньскую выплату, 2-я, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи. Собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до 3 лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно. Дистанционно или через отделение пенсионного фонда. И получить выплату без задержек, как и все в июле. Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришло семьям, где один или два родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали. Предусмотрели ежемесячную выплату по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Увеличили пособия по безработице и расширили охват такой помощи. Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек. Сейчас свыше 2,5 миллионов. То есть, мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период. В этой связи подчеркну. Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семье, где родители временно оставили без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе. При этом полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно с учётом её жизненной ситуации. Отмечу, что пакет поддержки граждан, экономики, который мы запустили этой весной, стал беспрецедентным. По своему масштабу, объёмы выделенных средств, охвату помощи. Мы смогли это сделать благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям. Благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы. У нас не произошло резкого скафикация. Вы также помните, что творилось на ключевых, средневых, энергетических, мировых, финансовых рынках. Непредсказуемые колебания, порой просто паника. Понятно, что всё это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого падения курса рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережения граждан. А такая предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счёт прочности фундаментальных основ российской экономики. Подчеркну, далеко не всем странам удалось добиться таких же макроэкономических результатов. Это касается и состояния рынка труда. Нам, в отличие от многих, удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас всё-таки выросла. Поэтому сейчас нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству, региональным властям, в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда. А это значит, что число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься ещё ниже. Повторю, у нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на территорию роста. Для этого мы сохраним долгосрочные ориентиры макроэкономической политики, оговоря профессиональным термином – бюджетное правило и инфляционное таргетирование. По существу на понятном всем языке речь идёт об ответственном управлении государственными финансовыми и стабильности цен. Всё это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан, для дальнейшего снижения процентных ставок. В этой связи, конечно, отмечу и последовательную линию Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена сразу на 1% пункт до 4,5%. Обращаю внимание до минимального значения за всю нашу новейшую историю. Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей – кредиты на расширение своего дела. А для граждан – более доступные займы на покупку нового жилья. Как вы знаете, этой весной мы запустили специальную программу льготной ипотеки. Чтобы семьи могли приобрести новое жильё с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – в Московской, Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будут востребованные меры поддержки. Отдельно остановлюсь на такой мере поддержки занятости, как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. Эти средства будут доступны организации, предприятиям, тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компаний долг будет полностью списан. Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников. Но спрос, как мы видим, спрос гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на её реализацию ещё 100 миллиардов рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений. И тем самым ускорить восстановление экономики и занятости. Да, некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются. Дорогие друзья, это объективно необходимо для защиты вашего здоровья. Но обращаясь сейчас к главам регионов, крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов. Нужно так всё спланировать и организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан и при этом не задавить бизнес избыточными требованиями. Не подорвать его работу, а значит и доходы людей. Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных вынужденных санитарных ограничений, но не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических административных ограничений, рога так называемых. Немало их, к сожалению, носят хронический характер, сохраняются годами, а то и вообще десятилетиями. Так, на примере возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии вы увидели, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее и при этом качественно и надёжно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы, да в конце концов и денег. Я уже поручал правительству ещё раз проанализировать систему регулирования строительной отрасли, внести в неё изменения, исходя из опыта последних месяцев. Знаю, что на первом этапе правительство готово перевести почти треть действующих требований к стройке в разряд рекомендаций. Эту работу надо обязательно продолжать, ведь такие резервы у нас есть буквально повсюду, во всех отраслях. Подчеркну, кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики. Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим. Так, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в два с половиной раза – с 300 до 700 тысяч человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объёме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного мрота – 12 130 рублей. Напомню, что режим для самозанятых вводится у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке экспериментов. И этот эксперимент, как мы видим, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать. Также считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около 3 миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного мрота, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога. Именно молодые люди, энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты, составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий. Что хотелось бы здесь сказать особо? За последние месяцы, учитывая сложности, с которыми столкнулась экономика из-за эпидемии, мы приняли специальные дополнительные решения по поддержке ключевых отраслений, таких как строительство, о котором я только что говорил, автопром, транспорт, лёгкая промышленность, сельское хозяйство. В общей сложности здесь заняты несколько миллионов наших граждан, а вместе с семьями речь идёт о благополучии десятков миллионов людей. И мы стремились сделать всё, чтобы они сохранили доходы. 10 июня встречался с представителями сферы IT и телекоммуникации. В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работа важнейших государственных образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Он один из самых динамичных, бурно растущих. Добавлю, что только за последние пять лет экспорт нашего отечественного программного обеспечения увеличился вдвое. Нам, конечно, есть ещё над чем работать, но всё-таки это хорошие показатели. Здесь, в этой отрасли, сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом, для всех сфер жизни России, конечно, для поддержки, для развития такой системообразующей отрасли, нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения. И в ходе состоявшейся встречи дал поручение коллегам из правительства совместно с экспертным, профессиональным сообществом проработать такие шаги. Учитывая при этом, что сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью. Предприниматели, сотрудники предпочитают жизнь и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны. Это требование касается на самом деле не только IT-сферы, но и всех, без исключения секторов российской экономики. Планы по поддержке отрасли, о которой я только что сказал, подготовлены. Решения приняты. В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр. И прежде всего, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний. Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно, существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний. А также, разумеется, бессрочно. С нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская или ирландская. Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире. Налоги – это, конечно, важно, но далеко не всё. Прошу правительства продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентно способны. Далее. Вы же говорил, насколько важно повышать доверие между государством и бизнесом. На этой прочной базе мы выстраиваем механизмы поддержки в текущей непростой ситуации. Помогаем мы людям, которые поверили в то, что в России выгодно, безопасно, надёжно работать. И делать это можно легально, открыто, по-честному. У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома в России. Сейчас российские налоговые резиденты, владельцы зарубежных активов, платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю её кардинально упростить. Предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчётности. Таким образом, мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причём именно в российской юрисдикции. Также обращаю внимание правительству. Нужно в целом поддержать инвестиционную активность, создание новых рабочих мест. Здесь многое зависит и от усилий субъектов федерации. Вместе с тем, эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это видим, понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъекта федерации. В том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам. В этой связи поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам. Выделить ещё 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями. При этом прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки. Не ограничивать, а напротив, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития. Кроме того, в текущем году добавим ещё 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро, строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика. Для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы, опережающие лизификации регионов, в обновление общественного транспорта, помимо бюджетных средств, необходимы дополнительные ресурсы. Кстати, такие механизмы уже начинают работать. 7 мая на совещании по транспортной отрасли мы приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию. И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию жилья на дорогах. В том числе, с учётом этого опыта, поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложение по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию. Подчеркну, наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки, приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действия по восстановлению экономики. И, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства. В том числе, уже сейчас, в рамках нового бюджетного цикла. Прошу правительства предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование. А депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом. И что в этой связи считаю важным? Важно подчеркнуть, 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию в России. Они вступят в силу, разумеется, я уже об этом много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд. И, конечно, новые конституционные положения в случае их принятия зададут и гораздо более высокие требования к эффективности содержания всей нашей социальной и экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях. Уважаемые граждане России, прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Повторю, всем нам было непросто. Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор. Твёрдо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие. Что главное – это сберечь людей, а всё остальное приложится. В тяжёлых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания. Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё. Входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач. Забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время – и дома, и на работе. Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой, позитивный, деятельный, оптимистичный настрой. Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы. Всё обязательно наверстаем.